Фильм Офон. Фильм Фоу Ван. Фильм Оу Ван. Матрикс. Фильм Офон. Добрый день! Всех приветствую на канале СНВФотографии. Я сейчас сокращу немножко название канала. Объясню, что это будет, какой концепт я решил выбрать. Сегодня, видите, одел очки. Немножко простыл. С просветлением очки, как мне говорили. Специальные автомобильные очки лет 15 назад мне продавали, что в них будет лучше видно. Я хочу поговорить, что у нас будет лучше видно в классической фотографии. Фотографии, которые сейчас на рынке присутствуют. Смотрел тут одно видео. Приглашал меня на человека. Некрашевич, моя фамилия. Мне понравилась фраза. Если вы хотите все и сразу, у вас будет ничего и постепенно. Это, в принципе, относится ко всему. Я выделил три силы. Сейчас про политику говорят. Еще какие-то две силы. Одна туда тянет, другая вторая. Ну, оказывается, есть еще третья сила. Это вообще в тени. Никто не знает, что будет. И, соответственно, никто не ждет. Фотографии в последней выставке показали, что компании объединяются, потому что не знают, как выжить в условия, когда каждый месяц опускаются камеры новые, миллионы. Потом они все через три года становятся старыми. Потом парки объективов. Сейчас вот они выдумали новый формат байонета. Потом еще что-нибудь придумают. Ну, это не самое главное. Представьте себе ситуацию лет 20 назад, когда не было еще айфонов. Еще никто не ходил со смартфонами. Значит, что было? Была пленка еще пока, но уже появились цифровые компактные аппараты. Сначала они были с низким качеством, с маленькой емкостью. Потом все это улучшалось, улучшалось. Потом менеджеры решили, что надо, чтобы видео записывало. Ну, поставили другие. Другого типа матрицы. CCD отбросили. Ну, поставили кмосы, которые шумящие. Ну, и, соответственно, все остальное. Проходит какое-то время. Технологически имеется возможность выпускать более плотные матрицы, больше собирающих света по размеру. Все это хорошо. Все переходят постепенно толпой на цифровую фотографию, в том числе и я. Но у меня есть знакомые, которые не перешли в то время на цифровую фотографию. К чему мы пришли? Значит, технологически люди, которые сейчас делают фотографии, используют несколько всего, как скажем, приборов. Первый – это телефоны. Я думаю, что не надо объяснять, как изменилось качество телефонов и куда оно идет дальше в связи с технологиями развития и микрооптики, и самих внутренних систем процессоров, и новые аппараты. Ну, можно сказать, что мыльницы можно все нести на помойку. Есть огромный пласт – это классические камеры Digital, зеркальные, компактные, SLR, DSLR, беззеркальные камеры и так далее. Это самый большой пласт, где самая большая конкуренция. Ну и, соответственно, людей привучили, что эту штуку надо иметь. Вот они борются. Я думаю, что примерно через лет пять, максимум десять, я думаю, что лет через пять, классические фотокамеры цифровые, они перестанут существовать как таковые. И здесь, во-первых, качество и микрооптики, которые ставят в телефоны, в планшеты, оно увеличивается. Причем в личности очень серьезно. Про третью силу. Значит, пока эти производители бьются над тем, как, куда перетянуть одеяло, какая камера лучше, зеркальная, беззеркальная, какие объективы лучше, что нужно делать со стеклом. Все, все ответы были сделаны очень давно. Вы не поверите, но почти сто лет назад. И очки я делал не просто так. Чтобы вы запомнили, что такое просветление, что оно дает. Я все откладываю эту тему, но все равно рано или поздно придется к ней вернуться. Исторически случилось так, что тот путь, который я прошел, он привел меня к оптике, которая не имеет просветления. Это оптика, которая опускалась примерно до конца 30-х годов. Ну, такая штучка. Это Вилта Вилтекс. Многие знают Сейс, Акфа, Кодак. Ну, вот эти аппараты, они в особенности очень интересны. Послушайте, как это звучит. Это образец непросветленной оптики. В данном случае технология микроскопов. В этом аппарате нет кнопки верхней, хотя более поздним получился вариант кнопки. Почему? Потому что она не нужна. Затвор здесь особого типа. Он не требует разделения выдержки и курка. Вот как снимает затвор. Все. Никакого взвода не нужно делать. Соответственно, двойная экспозиция, быстрая съемка. То, о чем сейчас пытаются нам рассказать замечательные менеджеры. О быстром включении, быстром процессе съемки. Объектив шкальный. Никаких дальномеров. Ничего не нужно наводить. Можно, конечно, пользоваться видоискателем. Но, по большому счету, если вы владеете глубиной резкости, а здесь все показано, то вы можете поставить выдержку. Поставить диафрагму, закрыться побольше. Ну и, соответственно, как это выглядит. Ну вот, эксперименты показали, что увидел объект. Все. Важный аспект этого всего заключается еще в том, как воспринимают современных фотографов обычные люди, которые находятся в этой среде, в общей системе. И, соответственно, если вы хотите что-то сфотографировать вместе с людьми, или человек... Ну, он все равно реагирует, да, когда вы едете на машине, там проезжает мимо велосипедиста. Или там едете на машине, пешеход переходит. Ну, включается какой-то механизм. Здесь то же самое. Вы достаете камеру. И вариантов развития событий очень много. К вам подходит полицейский, говорит, что здесь снимать нельзя. К вам подходит охранник в помещении, что здесь снимать нельзя. Вам говорят, что это частная территория, здесь снимать нельзя. Вы просто достаете камеру, подходит молодежь и говорит, что мы не хотим, чтобы мы попали в кадр. Причем это происходит, когда вы достаете классическую камеру. Сейчас это распространилось и на телефоны. Потому что массовая съемка на телефоны привела к тому, что в некоторых местах популярных... Ну, это можно снимать фильмы, честно говоря, как это происходит. Соответственно, что я предлагаю? Какой вывод? Когда вы достаете вот такую камеру необычную, а особенно достаете какую-нибудь ТЛР, камеру с двумя объективами, реакция людей, уверяю вас, совсем другая. Если 10 лет назад она была та же самая, люди не отличали громоздкие вот эти ящики цифровые с объективами от старых классических зеркальных пленочных камер. Сейчас зеркальные пленочные камеры, я уже говорил про это, не интересны совсем. За редким исключением. Поэтому... Это мои наблюдения. Вы можете с ними соглашаться. Но я, когда беру с собой камеру, и когда достаю ей сумки, отдельно видео сниму, почему я ношу камеру в сумке, а не на шее. Это отдельно. Значит, вот такие мои наблюдения. И во всех случаях, где я стоял с этой камерой, в нелюдных местах или в людных местах, стоило мне что-то начать делать, ко мне подходили люди. Стоило мне что-то спросить у кого-то. Ну, или рассказать, завязать разговоры. Все интересовались. Все интересовались. 99% все. Это... Ну, вот и проверено уже. Как говорится. К чему я это говорю? Это все очень недорого. Пока. Плюс к этому, я уже говорил, что... Я с этим рекомендую сейчас обратить внимание на формат 6х6, 6х9. Широкая лента. Роу. Не кинопленка 35-ти миллиметровая, да? А вот такая. Почему объясню? Потому что площадь кадра, ну, объяснять вам не нужно. Соответственно, уровень качества другой печати. Есть еще один интересный аспект, который позволяет эти камеры приравнивать, я думаю, что к среднему формату большому пластинчатому и большим камерам. Причем, вы сами глазами сможете, так же, как в ТЛР камере с двумя объективами, сразу видите на матовом стекле готовое изображение. Так же и здесь. Вы можете посмотреть, настроена ли камера хорошо. Или, если у вас шкальная камера, ну, попробовать попользоваться именно в таком режиме, как раньше когда-то фотофором пользовался бы. Что еще я хотел рассмотреть? Смену оптика. В моем мнении, это тупик. В качестве развития фотографа абсолютный тупик. Потому что вы тратите свое время и усилия по своему развитию не на приобретение навыков фотографий, а на то, что вам сказали, что здесь нужно широкоугольник, там нужно какой-то, и вы вот это постоянно переставление, вы начинаете перестраивать свое видение. Ну, профессионалы будут спорить, ну, даже не спорить будут, они будут при своем мнении, я тоже при своем. – лучше иметь три разных камеры, чем десять разных объективов. Это абсолютно я в этом уверен. Что еще? Черно-белое. Почему черно-белое? Ну, я рассматривал уже почему. Потому что видение другое. Плюс это сейчас вновь стало популярным из-за того, что когда вас печкают вот этим цветом, нагромождением, люди растерялись, они не знают, что они. Они смотрят в этих программах, в этих соцсетях именно пленка. Ну, пленка 6х6, телефон. Почему я это показываю? Есть идея провести серию и, соответственно, сделать контактную печать. Контактная печать интересна очень тем, что не требует специального оборудования, так называемых увеличителей, которые в интернете почему-то называют проявителями. Как-то год назад нужен был не увеличитель для экспериментов, я набрал на авито, увеличитель, вышло мало. Потом что-то я искал проявитель, набрал проявитель в гугле. Можете сами набрать, посмотреть, что выскочит. И там половина фотографий будет увеличитель. Их называют проявителями. Не знаю почему. Для меня загадка. Так вот, раз уж мы можем в очках и без очков вот в таком маленьком дисплее что-то читать, видеть и в том числе смотреть фотографии, почему не можем это делать вот так? В начале прошлого века, даже в конце 19-го века, были распространены визитные карточки. Они были размером 6х9. И у многих наверняка остались такие фотографии, где надписи студии, или там советских, ленинградских, или там зарубежные. То есть эти карточки раздавали как визитки. Поэтому интересная история. Значит, чтобы напечатать позитив вот с такой потопленки, можно 35-мм распечатать, там будет совсем очень мелко. Но вот если распечатать 6х6 или 6х9, уже можно много чего увидеть. Причем для этого не нужен специальный аппарат. и достаточно это все прижать стеклом и, соответственно, облучить светом. Обманул опять про просветление, хотел рассказывать, не стал рассказывать про просветление. Ну, просветляю сейчас везде. Включение свет, как говорится. Жду от вас какой-то реакции на то, что я сегодня хотел вам сказать. Всем здоровья. Удачи. Если интересно, подписывайтесь. Извините обратно. МИтип sillорет. 2000-itten-какакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакакаков пог